Какая первая ассоциация возникает у вас при слове «красота» и куда еще можно отправиться в Международный день, ей посвященный? Конечно, в модельное агентство. Какие критерии предъявляет сегодня индустрия моды представительницам прекрасного пола? Подвластна ли возрасту красота и можно ли ставить знак равенства между внешностью и понятием красоты? Узнаем мнение экспертов. Я считаю, что понятие красоты не привязано ни к возрасту, ни к профессии, ни к каким-то жестким критериям по внешности. Потому что, я не знаю, я хожу по улицам, я вижу достаточно много девушек и женщин, и девочек, которые красивы и несут именно свою индивидуальную красоту. Мы стали тоже набирать даже маленьких девочек, и уже где-то до лет 18 идет такой активный набор в нашу школу. Что касается малышей, то для них, конечно, сильных критериев нету, там главное, чтобы они были эмоциональные и раскрепощенные. А вот что касается девочек-подростков, то, конечно, нужен рост хотя бы не ниже метра семидесяти, то это очень-очень крайний критерий. Ну и по параметрам, конечно, они должны быть очень худенькие, стройные, модельные. Вот, не без этого. В человеке очень важна сторона именно внутренняя. Как бы ты не пришел, в каком лоске ты бы не зашел, через 5-10 минут все равно оценят твои внутренние качества. Поэтому всегда сначала нужно делать себя изнутри и вкладывать в себя, инвестировать именно во внутреннюю составляющую. Вот, а уже потом снаружи. Ну, снаружи, конечно, сейчас 21 век и девушки ухоженные, мне кажется, сейчас нет проблем, салоны красоты повсюду. У нас девчонки знают по три языка, у них по несколько высших образованиях, кто помимо того, что у них была долгая модельная карьера, кто-то отучился на доктора, на хирурга. И сейчас, мне кажется, доказательства налицо, что девчонки, даже молодые, я смотрю, сейчас у нас молодежь такая, что они и выглядят хорошо, и очень стараются себя развивать. Невозможно не согласиться с тем, что красота и саморазвитие, красота и внутренний мир человека неразрывно связаны. Но все-таки мы, обычные женщины, имеем свои маленькие слабости, и одна из них – быть привлекательной, ухоженной внешне. А на помощь нам в этом приходят самые ценные бьюти-специалисты-косметологи. Образ жизни, правильное питание, позитивные эмоции, потому что эмоции на лице человека очень сильно отражаются, и вот зачастую, вот есть такое понятие «скорбное лицо». То есть человек заходит, и у него все эмоции, которые он, наверное, переживал последние несколько лет, они на самом деле остаются в мимике. Это очень неуловимо, но это считывается всегда. Обращаться к косметологам, профессионалам, обращаться в клинике, обращаться к врачам. Если вы хотите именно качественную услугу, безопасную услугу, скажем так, проверенные лазеры, сертифицированные препараты, ну, врач, который хотя бы понимает, что он делает, для чего он делает, и что будет потом. Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться. Главное – человеком оставаться светлым и добрым. И помните, никакие усилия не помогут сделать душу большой, сердце справедливым, и никто не сможет сделать человека счастливым, если он сам того не пожелает. А сегодня, Международный день красоты, каждую из женщин очень просто порадовать комплиментом, и в ответ она подарит вам свою самую очаровательную улыбку.